Пока нас не слышат, вот что хотел бы сказать, точнее признаться к стыду своему. В прошлом или позапрошлом году у друзей в Инстаграме увидел потрясающие красоты фотографии, написал, поинтересовался, где же такая красота и архитектурная, и природная находится. И вот так совершенно случайно открыл для себя Шуваловский парк, который по меркам мегаполиса находится совсем недалеко от моего дома. Стыдно? Стыдно. В оправдании могу сказать только то, что в Петербурге подобные открытия можно делать, ну если не бесконечно, то по крайней мере весьма продолжительное время. Итак, о памятниках архитектуры в самых неожиданных местах нашего города мы сегодня говорим в программе «Круг вопросов». Здравствуйте. Вредно начинать программу. Я представлю наших гостей. Сегодня в нашем круге Николай Воронцов, председатель общественного совета Калининского района. Здравствуйте. Елена Пантыкина, директор детской художественной школы «Александрино». Это Кировский район. Ну и, собственно говоря, школа располагается в Шереметьевском дворце, в самом парке «Александрино». Здравствуйте, Елена Александровна. И Татьяна Волох, директор строительно-реставрационной компании. Татьяна Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Из Пушкинского района. Из Пушкинского. Вот такая, в принципе, весьма обширная география. К слову, о том, чему с вами мы часто не замечаем. Ведь простая автомобильная поездка из центра города в любой спальный район – это не только путешествие в архитектурном пространстве, но и путешествие во времени. И тем удивительнее, особенно в финале такого путешествия, получить привет, скажем так, из века 19-го, а то и из 18-го. И привет этот, как правило, затёрт новостройками, окружён шестиполосными магистралями. И вот сейчас, прежде чем мы начнём беседу, я предлагаю на эту тему посмотреть небольшую зарисовку. Субтитры создавал DimaTorzok Что такое советская власть? В чём заключается сущность этой новой власти? Мы, женщины, помним и знаем, что наши новые счастливые люди вводяты партии большевиков партии Ленина-Сталина. Жить стало лучше. Жить стало веселее. Обгоним вас и скажем, господа капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идёт. Товарищи, я объявляю Олимпийские игры 1980-го года открытыми. Что же такое перестройка? А главное, почему она так необходима? Мы создали надежную, стабильную политическую систему. Ну, немного, согласитесь, таких городов, в которых можно такое путешествие проделать. Бывали ли у вас какие-нибудь такие моменты, когда вы неожиданно для самого себя, в неожиданном месте, где не ожидали, находили что-то историческое, где его быть не должно было? Что касается нашего Калининского района, у нас есть ряд памятников, которые оказались просто затеряны в каких-то лесах, потеряны из вида. И мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся обеспечить доступ к этим памятникам для других, чтобы другие об этом узнали. Мы сам делаем общее дело, мы тоже собираемся обеспечить доступ хотя бы информационный. Татьяна Олеговна, а вам приходилось удивляться? Мне приходилось удивляться, когда я подходила вроде бы к известным памятникам. Вроде кажется, что вот он уже все, его на погост разобрать и выбросить. Есть возможности методики сохранения и реставрации, и с виду смотришь, вроде как надежды питаешь, что можно чем-то обойтись, какими-то мерами. А, к сожалению, потом дальнейшие экспертизы показывают, что все. И тогда идет новая история, это процесс воссоздания. То, что не принимается общественностью сегодня, и то, что критикуется на всех уровнях. Сейчас, чтобы в терминах не запутаться, вот вы сказали, употребили термин «воссоздание». Это такой антагонист термина «реставрация». Воссоздание – это облик, создается памятника из материалов старых или из новых материалов с облицовкой, если это были деревянные дома, они сгнили. Елена Александровна, у вас сюрпризы были? Вы сами находитесь, в принципе, в сервисском парке? У нас, к сожалению, тоже многие не знают. Когда начинаешь говорить, они говорят, а где это находится, в каком месте? Приходится объяснять. Вот объясните телезрителям, где находится Шереметьевский дворец, где находится парк Александринова? Он находится на проспекте Стачек, 226, там, где он заканчивается и пересекается, почти пересекается, ну, немножко дальше пересекается с проспектом маршала Жукова. Вот, то есть, эта дорога, вот, потом начинается Петергофское шоссе, да, и дорога на Ломоносов, на Рейнбаум. Николай Владимирович, сейчас мы говорим о том, что вот-вот будет реализован законопроект по поводу, так называемой, аренды здания за один рубль. А вот у меня такое ощущение, когда смотришь на памятники в наших спальниках, да, случайно оставшиеся в живых, такое чувство, что они вот так долго, все это происходит, так долго они разрушают, что они за копеек у них там не нужны. Да нет, наверное, не согласен. Хотя сама программа, она имеет как и плюсы, так и минусы. Потому что, во-первых, конечно, это достаточно выгодно за рубль аренды, да, метр квадратного в год, получить такие здания. Но, с другой стороны, те вложения, которые требуются в такие вот памятники архитектуры, зачастую превышают все разумные пределы. Я могу сказать по нашему району, у нас достаточно тяжелая была ситуация с несколькими такими крупными объектами культурно-исторического наследия. Это сад Бенуа, это дача Кушелева-Безбородка, это Дурново дача. Вот, и только сейчас, вот к настоящему времени, эти проекты начали реализовываться каким-то образом. Ведь мы же довели эти памятники до сначала практически руинирования, потом до пожара. Почему так долго происходит? Потому что не определены правила игры. Вот на примере у нас в Царском селе есть первый Царскосельский железнодорожный вокзал на Академическом проспекте. Его уже и бесплатно отдавали, и в аренду там за три копейки, там, я не знаю, 50 тысяч рублей, по-моему, была аренда на торгах выставлена. К сожалению, сегодня, значит, реализация памятников, она проходит по процедуре, которая не учитывает самое главное слово, объект культурного наследия. То есть это продается, люди берут, имеющие определенное количество денег. И они думают, ну, мне по-любому хватит этих денег. И так прикинув, и так. Ну вот... А потом выясняется, когда они проводятся... А выясняется, что это сумма не та, на которую он рассчитывал, а даже не в два раза, а в 22 раза больше. То есть неплохо было бы, если памятник выставлялся, допустим, не знаю, в аренду за рубль или на продажу уже с готовой проектно-сметной документацией. Да, это была бы честная история. Покупатель видел, сколько денег он получил. Да. Сегодня, когда мы говорим о привлечении частных инвестиций, то должно быть понятно, какой объем этих инвестиций, что должен сделать человек. Ну вот у нас, смотрите, у нас в студии сегодня, можно сказать, противопоставлены такого частного и государственного. Елена Александровна, вы находитесь в памятнике, вы хозяйка, получается, по должности Шереметьевского дворца. И там располагается детская художественная школа. На ваш взгляд, все-таки, в подобных памятниках архитектуры, тем паче, если они находятся в окружении, наверное, уже недружественной архитектуры, современной, и они действительно жемчужины, что у них должно располагаться? Все-таки это отдавать в частные руки, чтобы их восстановили, или же нет? Ну, вы знаете, в первую очередь нашему зданию, конечно, повезло, потому что во время войны оно было очень сильно разрушено. Больше половины здания, там оставались руины. Но великолепный архитектор Плотников, каким чудом, я даже не знаю, в те времена, когда там все было окружено еще дачными какими-то участками, все, вот взялись за это здание и подняли его по кирпичику, по чертежам. То есть там нет ни одной бетонной конструкции, там все подняты, стены вот как положено, купол, стропила, все восстановлено полностью. Потом, наконец, вот в 80-м году передали школе, предложили, и бывший директор вот счастливо согласилась на это здание. И с тех пор, вот 37 лет, школа находится там. Творить-то помогает? Безусловно, безусловно. Вот я говорю, я взяла, даже дети пишут рефераты и такие дифирамбы в этой самой школе, что просто вот диво, даешься, как они любят свою школу. Они говорят, художка – это центр нашей жизни. Вот так вот даже выражается в интернете, там я смотрю отзывы. Николай Владимирович, мы говорили о том, что очень трудно было найти желающих заняться и фермой, и садом Бенуа, и Кушлево-Безбородко, и усадьбой Дурново. Требования завышенные были к тем, кто должен прийти, вот к инвесторам, которые должны были вложить свои деньги в воссоздание, в реставрацию? Нет, требования, конечно, жесткие, но здесь даже дело в том, что необходимо в любой ситуации соблюдать определенный баланс. У каждого инвестора есть, безусловно, свои коммерческие интересы. Вот эти коммерческие интересы, они не должны перекрывать общественные интересы. То есть, если мы видим восстановление какого-то памятника, естественно, мы подразумеваем, что есть определенный доступ к этим культурному наследию. То есть, можно туда попасть, можно посмотреть, можно не только снаружи, но и внутри где-то на какую-то экскурсию попасть. Вы знаете, я, конечно, понимаю, что это вопрос федерального законодательства, но когда здание стоит полусгоревшее или руинированное, да вот доступ тебе, иди смотри, пожалуйста. Смотри, что там внутри ты насмотришь. И если стоит выбор между тем, что отдать его в частные руки, его восстановят хотя бы снаружи, и можно будет любоваться прекрасно, и может даже не попасть внутрь, но, наверное, это был бы выход. К счастью, законы нас от этого защищают. Вот что я могу сказать. И это хорошо. Ну, я сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Он об опыте, ну, я, наверное, не совру, он об опыте, пожалуй, самой уникальной, грандиозной реставрации исторического объекта на частные деньги. Район далеко не спальный, масштаб работ просто поражает. Слово Илья Андреев. Сергей Гудсайт с гордостью показывает собственный замок, а потом фотографии, что здесь было всего несколько лет назад. Заброшенные руины. Зато сегодня архитектурный шедевр выглядит как волшебный дворец, чудом перенесенный из сказки. Хотя заниматься реставрацией успешный предприниматель поначалу даже не собирался. Долго, дорого и никогда не окупится. Я тогда даже категорически, да, я говорю, да вы что, с ума сошли, этого не может быть. Но потом, когда так сложилась цепочка, что меня начали уговаривать чиновники, ну, я согласился. И, собственно, набрался опыта сначала на маленьких объектах, согласился и приступил к реставрации этого объекта. Вот так предприниматель и стал реставратором. Подготовил проект восстановления крепости, получил разрешение на работы и втянулся. Чтобы восстановить замок, потребовалось почти 10 лет. В чем главная особенность реставрации и отличие от реконструкции, уж тем более от новодела. А в том, что реставраторы стараются сохранить исторические материалы полностью. Вот в этом помещении полностью сохранилась историческая кирпичная кладка, кое-где видна историческая штукатурка. И вон даже железные гвозди, битые стены, тоже исторические. Их здесь нашли при реставрации. Ну, единственное, чего не удалось сохранить в этой комнате, это потолок. Уж слишком пострадал во время пожара, его пришлось полностью делать заново. Для Павла I замок Бип или, если официально, крепость Мариенталь построили в конце 18 века. Здесь он отдыхал, навещал своих фавориток. Во время войны архитектурный шедевр был уничтожен пожаром. Потом про него забыли больше, чем на полувека. А теперь здесь отель. Царская спальня, элитный сьют. Тут архитектурная достоверность важнее комфорта гостей. Как к этому относятся? Они приходят, а здесь штукатурка. То есть это все равно выглядит, как будто бы ремонт не закончен для человека. Некоторые так и утверждают. Да, кто-то пытается ерничать, что денег не хватило. Кто-то говорит, что у вас уже все протекает. Но большинство гостей проникаются и, видимо, затрагивают струну души внутреннюю. Стоит ли передавать бизнесменам исторические здания в собственность? В Петербурге этот вопрос начали обсуждать, когда на месте замка были еще руины. Почти 15 лет назад. Но предприниматели браться за реставрацию часто не могут. В том числе потому, что чиновники позволять им этого не хотят. Я прихожу к чиновникам и говорю, что я готов взять этот памятник и сделать там то, что нужно городу. И я получаю отказ. А почему? Я думаю, что потому, что этот объект можно включить в реестр, можно включить в бюджет, получить срочку в бюджете и, как у нас говорят, освоить этот бюджет. Теперь у предпринимателей есть неопровержимый аргумент. Замок Биб, как и 200 лет назад, возвышается над заснеженными полями. Сергей Гудсайд присматривается к соседнему зданию. Одна из первых в России электростанций не то что реставрации, ремонта не видела сто лет. Пора разрабатывать новый проект. Мы видели, на что был похож замок Биб до ремонта. Мы видим, в каком состоянии некоторые наши памятники, которым повезло меньше, чем в Калининском районе. Может быть, стоит дифференцированно подходить к памятникам архитектуры, к их ремонту, реставрации, воссоздания, к тем памятникам, которые в центре города, к тем памятникам, которые находятся в спальных районах. Там как-то смягчить требования охранные. Как вы думаете, Татьяна Олеговна? Ну, значит, начну с Сергея Идиточа. Он, конечно, занял свое место в Пушкинском и Павловском районе. То, что он делает, уникально. И спасибо ему огромное. Если он говорит, что трудно, то вы представьте, что новичкам в этом деле как трудно приходится. Я считаю, что подход должен быть найти на памятнике желающих, кому-то это должно быть надо. Первая строчка государства. И я считаю, что детские учреждения, детские садики, школы, они должны размещаться в этих объектах культурного наследия. Вот я царскоселка тоже в четвертом поколении и посещала садик, где дача Юсуповой. Вот этот. Да, это был третий круглосуточный детский садик. У нас там снимался фильм, значит, «Штраус в Петербурге». Потом я ходила в дом пионеров, в котором сегодня, это дворец Кочубея, в котором сегодня дворец Браксочетания. И вот это все не может оставлять человека безучастным и равнодушным к дальнейшей истории. Почему я этим занялась? Вот реставрация памятника в Пушкине. Потому что, не буду обижать, вот слово «варяги», приходят строители, которые покупают там старенькие домики. Я не знаю, каким чудом им удается, значит, их выводить из памятника, сносить и строить там 4-5 этажей жилые дома. Слушайте, но ведь вас тоже, ваша компания тоже частенько упрекает градозащитники в том, что, вот опять же, вы там снесли деревянные дома, взяли и построили наводил из кирпича, обшитой вагонкой, а не из дерева. А любой человек, который хоть одну ночь провел в деревянном здании, он понимает, как в нем совсем дышится, живется по-другому. Значит, у нас два здания, которые мы сделали из кирпича, облицевали вагонкой. Одно здание дачи Донини в скобочках Тамме на Павловском шоссе, дом 30, мы его сделали в дереве, в брусе, взяв за основу первоначальный проект архитектора Донини. То есть то, что нам досталось, это был такой некий огрызок уже от архитектуры. Поскольку он использовался как дачный и в дальнейшем маневренный фонд, то, конечно, каждый человек, который уходил, получал квартиру, заселялись следующие. Кто-то одну дощечку забрал, кто-то вторую, кто-то приколотил веранду. Ну, это жизнь, и этот дом не был памятником, и не было такого отношения к памятникам. А потом он стал, видимо, вновь выявленным. Совершенно верно. Когда мы к нему подошли, значит, там не было канализации, канализация текла в парк. Прекрасно. Значит, стояки, все было в таком виде, как бы, ну, грустным, печальным. Значит, его пришлось воссоздать заново. Плюс мы нашли, значит, много спорили историки по поводу того, что это дача Сверчкова. Мы нашли закладную табличку, таких пять в Санкт-Петербурге найдено, в фундаменте. Значит, где написано, что 3 июня 1901 года, значит, Ирина Альфред и София Тами в присутствии архитектора Данини заложили этот дом. Ну, вот сейчас мы, да, все-таки по поводу той работы, которую проделаны, все-таки, Татьяна Олеговна, да, вот где та грань, где та грань, которую там можно или нельзя переходить, да, то есть реставрировать точно, как было, или воссоздавать, там, я не знаю, из новых материалов гораздо быстрее, визуальный эффект от этого не поменяется нисколько. Понимаете, что есть эксперты, есть технические эксперты. Вот много их ругают, но мне не пришлось в жизни встретить экспертов, которые бы шли навстречу. Вот они приходили и говорили, нет, это надо восстанавливать, вот это можно сохранить. Я им говорю, бога-то побойтесь, посмотрите, среди, как бы, нас нету ни злодеев, ни глупцов. То есть то, что можно использовать, то мы стараемся. Ведь фактически, приобретая дом, там, 500 квадратных метров, мы и получаем дом 500 квадратных метров. То есть умысел на, там, дополнительную площадь, еще на что-то, он отсутствует, если, например, у нас был объект. Я понимаю, то есть все, в принципе, все по экспертизе. Все же я вернусь к вопросу, который задавал, да. Николай Владимирович, в итоге, как вы думаете, надо ли требовать с памятников, которые в спальном районе, отношения, ну, более, там, не знаю, более упрощенного, нежели памятником, который в историческом центре? Вот я просто приведу пример, да, вот там, другой район, Приморский этаж, усадьба Ролок-Денисово, о котором мы сегодня вспоминали. Благодаря тому, что это памятник архитектуры, опять же, затертый новостройками, магистралями, железными дорогами, да, там сейчас собираются сносить жилой дом, который построили с нарушением высотного регламента, который продиктован именно наличием рядом памятника архитектуры. Нет, мы сейчас не будем говорить о том, кого надо наказать, тех, кто построил, или тех, кто разрешил. Вопрос другой, да. Но почему подход-то один и тот же? Вот как вы думаете, не надо ли смягчить правила? Я думаю, что нет. Я думаю, что подход ко всем памятникам, он должен быть абсолютно одинаковым, потому что наш район, он, ну, нельзя сказать, что спальный, но, в общем, достаточно новый в городе. Тем более, что старая часть, это в свое время еще был Выборгский район, часть Выборгского района. После объединения он уже стал большим Калининским. Поэтому наличие тех нескольких памятников архитектуры, которые там находятся, каких-то исторических зданий, их настолько мало. И если мы будем к ним, так сказать, достаточно вольготно относиться, то мы их просто потеряем. Вот я могу привести пример, почему так долго мы искали инвесторов. Потому что очень многие хотели как-то использовать в нецелевом назначении. То есть, например, на тот же сад Пенуа претендовала компания, которая хотела устроить там парк аттракционов. То есть, мы бы не увидели того ансамбля, того комплекса, который там находится. Какие-то компании хотели, чтобы им выделили часть из НОПа, которым находится памятник архитектуры, для реализации каких-то своих коммерческих проектов. То есть, мы со стороны общественности, конечно, очень строго состояли на страже интересов наших жителей. Поэтому я считаю, что подход должен быть абсолютно одинаковым. Позицию поняла. Сейчас что будет в усадьбе Кушелевых Безбородка, что будет в Дурнаву? Сейчас, наверное, сколько понимали, тут работа инсталива. В принципе, там должно быть все хорошо и красиво. Конечно, анархистов мы туда больше не пустим, как это было во время революции. А, значит, конечно, у них была тяжелая судьба. То есть, минеральной воды мы оттуда тоже не дождемся, полюстровская. Полюстровская, да. Кстати, а вы знаете, почему полюстровская вода называется полюстровской? По-моему, от латинского заболоченной местности. Совершенно верно, да. Это наша такая местная знаменитость. Ходят легенды, что Петр Первый попробовал эту воду, сказал, что она не хуже бельгийской. Подтверждения нет, но мы этому очень верим. Я боюсь, что их точно таки в Бельгии уже тоже давно не работают. Да, уже закрылись. Да, конечно. Вот. Конечно же, значит, там идут уже активно реставрационные работы. Там восстанавливаются уже интерьеры. Мы активно рассказываем жителям нашего района о том, что там происходит. Снимаем ролики. Входим в мастерские реставрационные. Показываем, как это все происходит. Вот очень интересные ролики у вас в социальных сетях Калининского района, администрации районной. Да, мы очень живо общаемся с населением. У нас есть и свои группы ВКонтакте, есть дружественные, в которых мы распространяем информацию. Это наш принцип общения с населением. Потому что, к сожалению, активность сейчас не очень высокая. Но так через соцсети мы можем дотянуться до любого практически жителя нашего района. Что же будет? Что же будет? Вот сейчас Дурновож, что же будет в Кушлево-Безбородке? Там будет практически все восстановлено в соответствии с историческими реалиями. Там пока точного плана, что там будет размещаться внутри, нет. Но, возможно, где-то будут размещаться какие-то мастерские по производству украшений, драгоценностей, ювелирные мастерские. Где-то что-то будет еще. Пока точного определения нет. Но то, что там будет все восстановлено в соответствии, как это положено, как это было раньше. И доступ будет абсолютно точно предоставлен населению. И это радует. Калининский район, сороковые корпуса. То есть, вот этот странный квартал того, в прошлом, светлого будущего, который рисовали для проработчего класса. С банями, водопроводом и прочими-прочими вещами. Я просто объясню это на Кондратевском проспекте. Все дома, я не помню, их больше десяти, имеют адрес 40 и каждый под литером или под корпусом. И, собственно говоря, что мы видим? В попытке сохранить вот этот квартал, мы видим какую-то очень депрессивную часть Калининского района, в которую днем-то страшно сунутся. А вечером я уже вообще молчу. Антисоциальные элементы в нем там... Я бы не сказал, что страшно. Но выглядит, да, действительно достаточно страшно. К сожалению, до сих пор нет какой-то реализации проекта реконструкции этих зданий. Очень надеемся, что в ближайшее время это произойдет. И это будет именно реконструкция, а не снос и постройка каких-то новых домов или бизнес-центров. Слушайте, но мы знаем отлично причину, по которой мы не видим никакого движения в этом квартале. Тяна Олеговна, вы в курсе, да, знаете, что изначально там... ...планировалось сохранить четыре здания вдоль Кондратинского проспекта, признать памятниками архитектуры, оставить вот это пятно конструктивизма. А потом в итоге во время экспертизы выяснилось, что ничего сносить нельзя, надо все оставить. Зачем нам столько конструктивизма в одном взятом месте? Конечно. При возможности надо реставрировать все. К чему я и возвращаюсь. Это должно быть кому-то надо. Существует экспертиза по этому кварталу, по сороковому. Значит, если она видит пути реализации, и есть те, кто за это заплатит, удачи. Дело в том, что сегодня даже эксперты сами, вот выходит техническая экспертиза, и они видят, что да, невозможно это, значит, все плохой кирпич. По-хорошему надо бы разобрать и, скажем, воссоздать архитектуру. Заново все. Да, заново воссоздать архитектуру. Но они находятся сегодня под таким общественным давлением, что они не могут себе это позволить. Когда я вижу какой-то проект, где архитекторы согласовали разборку, там, эксперты, извините, согласовали разборку, и дальше это обсуждается, значит, обществом, что негодяи им там что-то их подкупили. Я сама работала с ними. Это ужасно, как бы, пугливые, и, значит, люди, любящие стеоризации. Я понимаю, я понимаю вашу мысль. Вы хотите сказать, что то гипертрофированное отношение к сохранению архитектуры, которое сложилось в Петербурге, и, кстати, наверное, здесь есть позитивный фактор, потому что именно благодаря этому мы не допустили полнейшей катастрофы, там, в начале, в конце 90-х, начале 2000-х, но то гипертрофированное отношение к сохранению памятников, оно накладывает отпечаток и на тех экспертов, которые выносят решение о том, что же делать с тем или иным зданием. Безусловно. Легче бывает поставить заключение годно к реставрации. Абсолютно точно. Удивительная вещь. Что скажете? Общественность. Да, общественный контроль у нас строгий. Общественный контроль у нас строгий. Это хорошо. На самом деле это элемент нашего гражданского общества. То есть если мы хотим восстанавливать и сохранять эти памятники и архитектуры для наших потомков, то, безусловно, надо включать в эти экспертные комиссии, в обсуждение общественное, какие-то слушания этих проектов, надо включать максимальное количество общественников. Оттуда должны входить представители, естественно, администрации, представители муниципальных образований, на территории которых находятся эти памятники, и представители общественности, безусловно. Я думаю, в таком раскладе мы будем получать именно такое достаточно объективное мнение о реализации этого проекта. Я бы хотела сказать еще, что надо еще воспитывать такое поколение, которое бы ценило это. Вот то, что наши дети, наши художники вот в этом здании находятся, это же их воспитывает, понимаете. Через нашу вот эту усадьбу, через наше здание они постигают гармонию Петербурга, они начинают с этого. И когда они станут взрослыми дядями и тетями, которые будут принимать решения, они уже и будут принимать соответственно. У них будет соответствующий вкус, понимаете. Они сейчас проживают в хрущевках, в кораблях. То есть формы в основном кубы, параллепепеды, понимаете, что противоположно живой природе, понимаете. И все остальные, и наш вот этот стиль нашего здания, я думаю, он очень даже воспитывает их вкус. И сейчас я еще хотела сказать, что главный художник города Алексей Мор, ученик нашей школы. И я надеюсь, что он тоже не просто так стал архитектором, стал реставратором. Ну что, спасибо большое. Время наше подходит к концу. Ну, я что хочу сказать, какой-то вывод делаю. Вот интересная мысль по поводу того, что вот это вот отношение с перебором, с сохранением архитектуры накладывает некий отпечаток. Очень хочется, чтобы все-таки не был забыт при этом здравый смысл. И между вот этим гипертрофированным отношением, наплевательским и здравым смыслом, был бы найден какой-то грамотный, справедливый баланс, который уверен, в таком случае обеспечит хорошее будущее нашему с вами славному прошлому. Спасибо большое, что были гостями программы Круп Вопросов. Всего доброго. Увидимся.